Шалом! Мы находимся в преддверии судного дня. Роша Шана. Решается судьба всего мира. В Каббале написано, что именно в это время все сущее возвращается в начальное состояние. Сон. То, что спускается на этот мир. А все духовное поднимается, и мир управляется как бы издалека некой духовной сущностью. Материальное как бы отделяется от духовного, и вот эта духовная часть сверху наблюдает над миром. Мир застыл. Все спят. Мы этого не чувствуем. Нам кажется, что все идет так же, как всегда. Но каббалисты утверждают, что именно они, очень духовные возвышенные люди, чувствуют в конце года некую усталость. Знаете, как вот спортсмен, который должен доиграть последний ринг. Он дерется не на жизнь, а на смерть. Он достигнет свою цель. И только звук гонга пробуждает его опять встать в бой. Наша задача в Роша Шана пробудить звуком шофара ту духовную сущность, чтобы она опять вернулась и облеклась, и оживила ту материальную оболочку, которая построена в человеке. Ведь человек состоит из души и тела. Душа находится глубоко-глубоко-глубоко. Мы практически ее не ощущаем. Она ощущаем в эмоциях, не боли. А тело – это тот скафандр, в котором мы. Для того, чтобы объяснить сказанное, мы приведем пример бизнесмена, который каждое утро начинает с одних и тех же действий. Он продвигается в сторону офиса. В офисе он делает некоторые вещи, которые продвигает его дело. Он отвечает на телефоны, говорит с людьми, дает указания. И все эти действия он делает, потому что он это хочет. Если бы он не хотел, он бы это не делал. Что же кроется за его желанием? Он хочет утвердить свой статус в социуме. Он хочет общения с подобными ему. Он, может быть, надеется на уважение людей. Это не означает, что от каждого из вот этих действий зависит все его существование. Но все эти действия в совокупности, они составляют цепочку того, что приводит его к конечной цели. Почему иногда он выбирает это делать сам, а не поручает это, например, какому-то очень хорошему, верному работнику? Потому что он связан с этим. Он зависит от этого. Он чувствует к этому близость. Это его. И вот в какой-то момент этот бизнесмен устает. Он видит, что все это автомат. Все это повторяется каждый день. Он, может быть, не видит результата, но в какой-то момент, как бы, впав в спячку, он вдруг пробуждается каким-то внутренним голосом. Он делает переоценку, и вдруг он видит, что все, что он делал, привело его к прибыли. Его дело продолжает процветать. Вот это чувство, что он талантливый человек, ему удалось, оно радует его. Оно пробуждает в нем желание продолжать. И вот эти все автоматические действия, которые он делал до сих пор, у него получают какую-то оценку. Это поднимает его даже в его глазах. Представим себе, что весь этот мир – это бизнес. Этим миром управляет мега-олигарх, который эту компанию, огромное количество совокупности деталей продвигает вперед. Броша Шана, этот олигарх, этот бизнесмен, он делает переоценку всего. Он проверяет, вот все его игроки, все его работники, они продвинулись немножко духовно или нет. Все как бы застывает, духовность поднимается наверх, как мы уже говорили в начале, и создается такое впечатление, что все остановилось. Всевышний и мир. Задается вопрос, зачем Богу нужен был этот мир? Зачем надо было его создавать, если он такой независимый и великий? В каббалистических трактатах есть много объяснений. Всевышний хотел показать всем бесконечность своих возможностей. Всевышний хотел показать благо, которое он дает тем, кого создал. Есть много причин. Но в сердцевине этого есть одна причина. Всевышний – он царь. И он хочет, чтобы его творения приняли его по своей воле. Он может надавить, как на многих лекциях люди пугают Богом все творения. Он может заставить нас полюбить, но он хочет, чтобы мы в течение жизни, не имея именно свободный выбор, мы выбрали его как царя. Мы избрали его как царя. Каждый из нас рождается у отца и матери. Мы не можем это изменить. Это как рок. Мы можем любить, ненавидеть, но это наши родители. То же самое Всевышний. Он создал этот мир. Он дает нам возможность принять его. Именно раз в году вот эта возможность проверяется. Готовы ли мы? Или, например, из огромного количества людей добавились ли те, которые принимают его по своей воле, без каких-то угроз или без любви, без причины, просто избирают его как царя. Как вот та необходимость, которая есть. С чем рождаются каждый день? Мы рождаемся каждый день, есть солнце. Мы любим, боимся, но это солнце есть. Но это материально, и мы его видим. Творца мы не видим, но мы его чувствуем. И это наша душа. И вот мы хотим в этот день, броши шина, сделать так, чтобы царь стал царем, а мы стали его подданными. И когда любой из нас, как мини-бизнесмен, увидит, что приняв на себя волю царя, он почувствует и увидит влияние этого царя. Те инвестиции новые в этом году, которые Бог через себя дает нам. А для этих инвестиций нужно просто осознать, кто может прийти в синагогу в эти дни, немножко задуматься об этом. Кто не может, но тоже задуматься вот в любом месте, где человек находится, именно в эти 48 часов рожа шана, принять на себя Всевышнего и показать ему, что мы его подданные и верные работники. Шалом, шалом.